Дороги дружбы и общей памяти. Союзный автомарш, наша великая родина, прибыл в Брест. Автопробег посвящен 78-й годовщине победы советских народов в Великой Отечественной войне и проходит по территории нескольких стран. И даже несмотря на поздний приезд участников, город Брест гостей встретил, как положено, с хлебом и солью. Мы рады вас видеть в городе Бресте. Конечно же, очень важно, что вы приедете, завтра посетите наше мемориальное место, очень сакральное место для каждой Беларуси, я уверен, россиянина. Это Брестская крепость Герой. Конечно же, хорошо, что вы доехали. Минимальные потери, но ничего страшного. Я уверен, что вы передадите тем людям, которым не получилось приехать. Огромный привет с Брестской земли. Поэтому позвольте по такому случаю, по случаю вашего приезда, передать вашей делегации каравай щедрой Беларусской земли. Автопробег стартовал 17 марта в городе воинской славы в украинском Мелитополе. Участники проекта прошли уже значительную часть пути – порядка 18,5 тысяч километров. Цитадель над Бугом – священное место для всех славянских народов – стало конечной точкой следования впереди Москва. В сопровождении членов общественного объединения «Патриоты Беларуси» участники автопробега собрались в самом сердце Бреста – у Вечного огня. Возложили цветы и почтили павших воинов минутой молчания. Мы традиционно разворачиваем масштабную копию. Собственно говоря, эстафета, проект заключается в патриотической эстафете. В основе патриотической эстафеты – это торжественное коллективное развертывание масштабной копии Знамени Победы. Память о Великой Отечественной войне, о бессмертном, на самом деле, подбеге советского солдата, советского человека, совершенного в годы Великой Отечественной, мы обязаны передать молодежи. А они должны передать своим детям и так из поколения в поколение. Поэтому основная часть участников проекта, конечно, молодежь. Они несут на себе ответственность за развертывание масштабной копии Знамени Победы. Сохранение исторической памяти, недопущение оправданий и возрождение нацизма – то, что объединяет единомышленников. Участники проекта совместно с Брестской молодежью торжественно развернули огромное полотнище, масштабную копию Знамени Победы, которая является главным символом проекта. Этот флаг уже посетил очень много городов-героев и городов, которые награждены орденами. Поэтому это символично для нас, очень важно, что такие делегации приезжают в Брестскую крепость. Я считаю, что Брестская крепость является символом героизма, символом стойкости и мужества наших солдат. Поэтому, конечно, таким делегациям мы рады, и то, что у нашей молодежи удается пообщаться и переговорить на тему сохранения исторической памяти – это очень важно. Традиционно в город Брест приезжает ряд делегаций с разных уголков нашей страны, нашего союзного государства, стран бывшего постсоветского пространства. Они приезжают для того, чтобы почтить память защитников крепости, вспомнить память своих родных, близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И, безусловно, возложить цветы к вечному огню Брестской крепости Герой. И сегодняшнее мероприятие в том числе и тому примеру. Завершится историческая эстафета 9 мая в Москве. Копия знамени Победы как основной символ международной акции также будет развернута на Красной площади.